Уважаемые коллеги, всем добрый день! На связи Давид Резаев, я сооснователь и председатель Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров. Сегодня я хочу поговорить с вами об электронно-торговой площадке, именно Центр Дистанционных Торгов. Многие задают вопросы по поводу данной электронно-торговой площадки, нам в социальные сети, спрашивают, почему данная площадка всегда стоит особняком, почему там постоянно особые условия, и самое главное, почему на нее нужно приобретать отдельный сертификат, а именно электронно-цифровую подпись. Итак, друзья, давайте, собственно, об этом и поговорим. Данная площадка принадлежит семье Минихановых, это правительство Республики Татарстан. Эта информация, кстати, из открытых источников. Давайте для начала разберемся, имеет ли право электронно-торговая площадка выдвигать свои условия какие-то организаторам торгов, конкурсным управляющим, предоставлять какие-то дополнительные услуги и так далее. Отвечая на этот вопрос, да, может. Я вам скажу так, у нас в Российской Федерации есть ассоциация электронно-торговых площадок, и ассоциация служит для того, чтобы защищать интересы площадок, а для того, чтобы она защищала интересы площадок перед тем же правительством Российской Федерации, она должна выполнять ряд условий. Именно площадка Центр дистанционных торгов, они посчитали то, что она особенная, и сделали свои стандарты. И, естественно, под стандарты ассоциации электронно-торговых площадок она не подошла, поэтому Центр дистанционных торгов диктует, собственно, свои правила. Вот. И они обозначили цену на свой сертификат обособленно. Их сертификаты продают только узкий круг удостоверяющих центров. Мы предоставляем интересы удостоверяющего Центра Инфотекс Траст. И только недавно данная площадка стала там фигурировать, и отдельно ее можно приобрести по тарифу от 5 до 7 тысяч рублей. Справедливо это или несправедливо, коллеги, решать вам. Лично мое мнение, когда электронно-торговая площадка выдвигает свои условия целой ассоциации, ну, мне кажется, это как минимум неприемлемо. Давайте мы сейчас с вами перейдем на данную площадку Центр дистанционных торгов и посмотрим, какие же торговые секции там есть, и детально рассмотрим нашу секцию банкротства. И мы сейчас на главной страничке электронно-торговой площадки Центр дистанционных торгов. Обратите внимание, тут первая секция выступает, это как раз-таки имущество банкротов. Вторая секция идет, это арестованное имущество по федеральному закону 229. Следующая секция это коммерческие закупки. И дальше у нас тут есть разделы арбитражным управляющим, покупателям имущества и так далее. Как вы видите, данная площадка предоставляет широкий спектр. И, собственно, мы сейчас с вами на сайте ассоциации электронно-торговых площадок. И тут есть общее положение, в том числе положение, что должно быть на электронно-торговой площадке. Данные положения не устраивают, естественно, Центр дистанционных торгов. И они считают, как бы, то, что у них должен быть более широкий спектр услуг. И, собственно, их из-за этого и не принимают в ассоциацию электронно-торговых площадок. Я лично от себя скажу так, мое мнение, площадка Центра дистанционных торгов, она как аукционному брокеру необходима. Дополнительно сертификат на нее стоит от 5 до 7 тысяч рублей. И все ваши затраты вы, в принципе, с первой сделки, с первой комиссии вы закроете. Так, ну а теперь давайте перейдем непосредственно в нашу секцию имущества банкротов. И, друзья, вот обратите внимание, тут сразу появляются все торговые процедуры из секции банкротства. Тут мы можем поставить необходимые нам фильтры. Если у вас есть код торгов, вбивайте код торгов. Форма проведения торгов. Кстати, напишите ниже в комментариях, что вам нравится больше, аукцион или публичное предложение, и почему самое главное. Тут у нас формы предоставления предложений, есть у нас две формы, открытая и закрытая. И, собственно, состояние торгов. Ставите необходимые торговые процедуры. Давайте мы поставим публичное предложение. Статус торгов идет прием заявок, и посмотрим, собственно, какие лоты представлены на данной площадке. И вот, собственно, обратите внимание, сейчас все торги сортировались. У нас тут 33 странички с публичным предложением, со статусом идет прием заявок. Вот, собственно, друзья, вот так вот мы с вами рассмотрели площадку Центра дистанционных торгов. Если у вас остались по ней вопросы, задавайте ниже в комментариях, я вам лично на них отвечу. На связи был Давид Рязаев, Национальная Астанция Аукционных Брокеров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, бейте в колокол и следите за нашими новостями. Пока-пока.